Этот знаменитый пещерный храм, в котором сконцентрировалось самое большое количество изображений и скульптур летающих богов, называется Могао. Пещерный храм Могао, который находится в пустыне провинции Ганьсу на северо-западе Китая, начал строиться в 366 году н.э. Северо-западе Китая Северо-западе Китая Северо-западе Китая Китайский художник Джан Да Цянь впервые представил публике копии фресок Дуньхуана, которые стали шумным событием в мире. С тех пор люди узнали о летающих богинях. Дуньхуан находится на важном стыке путей Шелкового пути. На востоке Дуньхуана обширная земля Китая. В китайской религии, даусизме, существует много богов. Они одеты в широкие одежды, летают в небесах, на фантастических животных и на облаках. Однако летающие боги Дуньхуана имеют другой облик. Обнажа верхнюю часть тела, взмахивая цветными лентами, они летают в небесах. Ранней осенью у родника Йо-Я всегда много туристов. Их поражает изображение летающего бога с крепким телосложением. Откуда появились летающие боги? Какое отношение они имеют к летающим богиням? Летающие богини знамениты всему миру, когда летающие боги мужского пола только тихо парят на потемневших фресках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кто они, эти летающие боги? И как они появились в Китае? Согласно буддийским сутрам, «летающие боги» — это и есть боги, летающие в небесах. Буддизм, приняв появившихся в народе летающих богов, сделал их хранителями. Они хранили чудотворные силы Будды, спасали людей от несчастья. Говорят, что «летающие боги» живут в миражах. В торжественные моменты, чувствуя, когда Будда начинает передавать учения, либо возноситься в нирвану, они собираются вместе и парят в небе, окружая Будду. Они держат в руках драгоценные предметы, играют на инструментах. Музыкой и пением они восхваляют Будду. Поэтому их называют еще и богами музыки. До дня рождения буддийского скульптурного искусства, где скульптуры Будд, там и скульптуры летающих богов. После того, как буддизм попал в Китай, их облик изменился под влиянием китайской культуры. Пещерный храм номер 275, появившийся примерно в 400 году нашей эры, является самым древним пещерным храмом, сохранившимся до наших дней. В пещере мы можем увидеть летающих богов мужского пола, крепкого телосложения. На протяжении последующих 300 лет на изображениях фигурировали только боги мужского пола. Неужели в раннем периоде боги были мужского пола? В пещере Козыл, которая находится в тысячи километрах на западе от Дуньхуана, были найдены летающие боги мужского пола. Изображения появились примерно на сто лет раньше, чем в Дуньхуане. Рядом с летающим богом привлекательная пышная богиня. Цвет кожи у них темный и белый. Они были даже супружеской парой. Субтитры создавал DimaTorzok Согласно записям, летающие боги были мужчиной и женщиной. Он хорошо пел, а она красиво танцевала. Они никогда не разлучались, жили в гармонии и были любящей парой. Почему в пещере Козыл летающие боги на изображениях разного пола, а в Дуньхуане только мужского пола? Почему в Дуньхуане ранние изображения богов были только мужского пола? В третьем веке в Дуньхуане проживали разные национальности. Они одевались в ханьского стиле одежды. Святой ханцев Конфуции говорил, все должны быть одеты в подходящую одежду, быть вежливыми в разговоре. Культурное искусство буддизма, которое принесло в Китае за собой и культуру обнаженного тела, смутили китайцев. Поэтому, может быть, тогда художники посчитали, что лучше не изображать богинь. Следовательно, из-за этого мы почти не можем найти среди ранних фресок и скульптур Дуньхуана богинь. Субтитры создавал DimaTorzok С этого момента облик летающих богов начал долгий путь трансформации. На этом изображении летающие боги в оригинальном облике, когда они только появились в Китае. Все изображения богов выполнены древнеиндийским художественным методом и резационными рельефными красками. В руках они не держали драгоценности и музыкальные инструменты и не носили много украшений. Их летающий вид имеет строгую, образную форму, как будто они падают с небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В середине VI века под влиянием китайской культуры боги мужского пола стали иметь более тонкое телосложение. Исчезли толстые носы и большие глаза. Черты лиц стали утонченными. Узкие брови, уменьшенные глаза сделали их ближе к среднему полу. На руках и голове этих двух богов цветные ленты. Один из них с мирным выражением на лице, улыбаясь, смотрят на цветочек в руке. Легкие, как у ласточки, красивые телодвижения, окутаны облаками. Прямо изображение немирского красавца. В конце VI-начале VII веков летающие боги стали более полными. Цветные ленты стали более чем два раза длиннее тела. Появились женские черты. Они стали появляться группами, держа в руках разные инструменты, словно оркестр мира Будды. Данская династия В 618-907 год нашей эры летающие боги окончательно превратились в женщин. Округлые мягкие тела, красивые лица – типичный стиль танских красавиц. Летающие боги мужского пола исчезли совсем. Изображения летающих богинь этого периода имеют правильные пропорции. Движения стали более разнообразными. Они стали летать более естественно. В мягкости движений чувствовалось и мужество. Свободно пролетали богини через горы, реки, между небом и землей. Субтитры создавал DimaTorzok Распространенные изображения летающих богов называют Дуньхуанскими летающими богами. Это имя собственное. Богиня появилась из Дуньхуанских фресок, из изображений Танской династии. Почему летающие боги мужского пола стали полностью женщинами? Тут нельзя не затронуть вопрос эстетического восприятия китайцев. В книгах было написано, что летающие боги не ели мясо и не пили вина. Они питались амброзией, поэтому издавали пьянящий аромат. Их называли и богами аромата. Следовательно, издающий аромат, рассыпающие цветы и играющие музыку боги не могли быть мужчинами, так как такая красивая и нежная работа не совсем подходит для мужчин. Женщины же могут быть и более красивыми, мягкими и с легкими движениями. Субтитры создавал DimaTorzok Но почему только в Танской династии летающие боги стали женщинами? В Танской династии взгляды были свободными. Женщины императорского двора и аристократии любили ездить верхом, любили петь и танцевать. Одевались они обычно в тонкие, свободные одежды из тюля. В императорском дворце были и более сексуальные наряды. В обществе смотрели на обнаженность женского тела как символ естества и красоты. Поэтому, может быть, из-за таких обычаев обнаженность богинь тоже перестали быть табу общества. На самом деле, облик танских летающих богинь был создан мастерами, которые взяли образ молодых девушек-аристократок. Они всегда были опьянены радостями музыки и танца. В облике летающих богинь люди соединили народную эстетику с представлением о богах. Буддизм с появлением в Китае начал меняться в соответствии с эстетикой китайского народа. В Танской династии появилась единственная в истории императрица – Удзе Тянь. Общественные нравы потерпели сильные изменения. Скульптуры и изображения будд стали более мягкими и добрыми. Буддизатвы также перестали быть крепкими мужчинами и стали красивыми аристократическими дамами. Под таким влиянием летающие боги, естественно, тоже стали женщинами. Летающие боги – хранители Будды. Хоть и находились под влиянием времен, но они не любили убивать и не любили войну. Они дали радость музыке и танца всему миру. Своей красотой успокаивали души людей. Главное их движение стали символами надежд людей, символами отрешения от мирского, символами радости и свободы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok